Всем любителям клаватур привет! Сегодня будем смотреть на вот такую Royal Clutch модель M75 Безумно интересная штука, она у меня конечно с кириллицей, но сразу скажу, что здесь конечно нифига не видно, потому что изначально она выпускается на латинице и это шикарная клава, я прям могу ее советовать, но когда я ее получил, я сначала даже не понял а где русский язык-то? Да нет, если присмотреться, он тут есть, он просто вот слева внизу, видите? не очень удачное нанесение букв, если бы они были белым нанесены, было бы ништяк, а здесь ну как-то совсем не айс, ладно, короче, это минус, потому что русский язык не особо читается клавиатура стоит в районе бывает от 6 до 8 тысяч рублей с разными переключателями здесь у нас кейка поснимаются, в комплекте идет специальная штукенция, при помощи которой можем снять кейкап и дальше можем заменить переключатель, в моем случае это серебряные переключатели, можно выбрать синие, они будут самые громкие, то есть у нас есть щелчок и срабатывает в конце, можно выбрать с коричневым переключателем, будет срабатывать как бы в середине тоже с менее явным щелчком, можно выбрать красные, они более такие мягкие будут и можно выбрать такие вот серебряные, они самые мягкие подходят, вот знаешь, для тех, кто не любит прям это, такие щелчки срабатывают, ну то есть не изменяется ход на всем протяжении, мне вот такое очень нравится, то есть вот работать за такой клавой мне очень понравилось, но вот конечно минус в том, что очень плохо кириллицу не видно вообще, по поводу кейкапов, нормальные кейкапы, все нормально с этим, но вот только, только, только кириллицу, ладно, в комплекте положили кстати вот 4 сменных переключателя, то есть они такие же, вообще по идее должны были бы положить хотя бы 1 красный, 1 коричневый, там 1 синий, чтобы другие попробовать, но объясните мне пожалуйста, для чего в комплекте мне такие же 4 серебряных переключателя, если какой-то сломается здесь, непонятно, ну а теперь плюсы ребят, плюсы, потому что клавиатура на самом деле офигенная, подключается по блютусу, при том не к одному устройству, а сразу к трем, здесь есть олед дисплей, который нам показывает уровень заряда аккумулятора, режим работы, громкость, но сделано реально классно, куча режимов подсветки 18 штук, все это настраивается через фирменное приложение, которое довольно таки адекватное, ты его вставишь, можно настраивать пожалуйста макросы, можно настраивать профили, все это сохраняется в мозгах клавиатуры, да и в принципе детальная настройка подсветки, то есть какая тебе нужна, переключается все либо понятное дело через программу, либо через саму клавиатуру, то есть она у нас как бы автономна, и подключается еще под онгул 2.4 гигагерц, посмотрите у нас клавиатура, на задней части у нас находится здесь подключение компьютера по type-c, ну соответственно в комплекте идет кабель, при том он type-c на type-c, но есть переходничок на еще старые USB-A, возможно у вас еще остались, хотя наверное у него многие еще есть, если подключено компьютер по проводу, то сюда можно еще и флешку вставить, а здесь у нас отверстие под вот этот донгл, то есть он такой еще знаете, вот приятно кстати на магнитах, на нижней части мы получаем резиновые ножки и регулировка по углу у нас в двух положениях, максимальный и есть поменьше, прикольно, здесь у нас стоит аккумулятор на 3750 мАч, заряжается в порядке 6-7 часов, хватает, я даже не знаю там где-то часов на 200 наверное работы, и давайте я вам дам послушать как она звучит, об tests точно так, потому что вценки собирали немедленно, переключение между режимами происходит при помощи вот этого колесика здесь мы регулируем громкость но сами видите на лет дисплея очень удобно если мы на него нажимаем я бы сказал что это должен быть мьют но по моему мнению но здесь его так не сделали ну соответственно можно сделать уже через настройки так здесь мьют через fn и например f10 то что здесь у нас клавиши сверху они как бы функционально уже подписан там play stop мультимедиа домашний экран и так далее умеет работать с mac и с windows здесь есть соответственно переключение между режимами поэтому при циклатура универсальная по подключение значит смотрите нажимаем сюда и выбираем почему у нас будет подключена по usb 2.4 bluetooth 1 2 3 то есть можно и к планшету и к телефону там и к ноутбуку подрубить и потом просто между ними переключаться ну и соответственно return сейчас у меня выбран 2.4 windows по поводу подсветки давайте с вами пробежимся значит регулируется у нас по скорости можно все это дело замедлить при помощи функциональных клавиш можно по яркости соответственно вообще вырубить можно сделать максимально давай сейчас делаем ну а дальше вы переключается у нас режимы при помощи функциональные и вот это клавиши здесь стационарные всевозможные там змейки мозаики но давайте вам так пролистаю плюс соответственно все эти режимы можно вот так вот настроить что у нас будет быстрее перемещаться или медленнее но выглядит красиво при темноте кириллицу вообще не видно то есть вообще по нулям то есть так только на этот на память требуется печатать вот это конечно неудобно отображение каждой клавиши такая рябь стробоскоп это называется вертикальная вертикальная там же снизу было здесь сверху горизонтальные либо они тут или из круга идет радуга такой вот визор по моему называется подсветка игровых клавиш это видимо совсем без подсветки какой-то тоже звездное небо пульсация смена цветов тоже как не за визор от называется короче из того что мне здесь нравится она такая увесистая маленькая размер здесь получается 75 процентов от обычной но текель называется корпус клевая подсветка тонкая настройка нужно не нужно пожалуйста выглядит подсветка классно потому что как бы вся по себе клавиатура белая подсвечивается так изнутри клево выглядит экранчик есть ну реально прям функционально все понятно все клавиши мультимедиа подписаны клава комфортно потому что вот когда ты просто сидишь что-то печатаешь блин она овощи кайфовая скорее всего вот прям серебряные переключатели это прям мое ну и широкие возможности подключения и классно что есть hot swap то есть захотел там переключатели поменял и все поехал дальше по поводу клавиш конечно можно что-то придумать наклеить сюда либо на гравировку отдать чтобы делиться сделать с вами был я до новых встреч пока ребят